Всем привет, ребята! Сегодня у нас Б-190 на борс-ареной. Такара выпустила обзор. И вот он уже мой разбор. Смотрим. Кстати, заметили, что Б-190 должен идти раньше, но раньше вышел Б-191. Тут у нас изображены 2Б, Богомут и Берия. Вот, смотрите, вот все, что идет в арене, кроме самой арены. Тут 2 полчка и 2 пускалки. По-моему, пускалки чуть-чуть подфиксены, то есть чуть-чуть отличаются от обычных. Они, кстати, подойдут тем, кто любит запускать как в мультике. Также тут идут 2Б, как я уже говорил, Белиял и Богомут. Вот они, золотой и фиолетовый. Кстати, про Богомута есть одна особенность, и про Белияла есть одна особенность. То есть, если бы не просто так, в такой расцветке. Но про это мы поговорим чуть-чуть попозже. Арена. Смотрите. Мы все думали, она будет черной. Редкой. Такие арены Такара выпускает для турниров и для профессионалов. А нет! Такара сделала ее полупрозрачной, в черном оттенке. Очень крутая арена. Прям вообще очень хочется. Так, а теперь волчки. Вот на этой картинке я как раз таки и хочу сказать, что связано именно с их расцветкой. Во-первых, Белиял. Белиял менялся в мультике, даже вот в этом последнем 28 серии. Золотого Белияла. Со всеми гирами он становился золотым. Это было очень красиво, прикольно. И вот он Белиял. Золотой. Если честно, мне больше нравится обычный черный Белиял. Или со слоем Девил. Вот этот какой-то он такой золотой, но не золотой. Желтый. Что связано с Богомутом? Это вообще, думаете, это просто такая... Добавила бы и рандомный. Нет. У Басары новый Богомут. Вы видели в новой серии? Если не видели, посмотрите, у меня на канале есть. В анонсе 29-й нам показали, что Басара будет биться с Рашидом. И у него будет другого цвета Богомут. Как? Не понимаю. А вот так. Вот он из набора с ареной. Цвет. Прикольный. Вот смотрите, вот мультяшные картинки. Их... Ну тут понятно, что Токара перерисовала их. И такие супер яркие. И не очень похожи на обычные молчки. Похож на мульти. Мультяшные. Вот он Белиял золотой. Как я уже говорил, он не очень мне нравится цветом. Из-за того, что он как в мультике, это будет очень прикольно. У него, как мы видим на этой картинке, Армор 3. И зачем Армор 3? А не зачем. Мы просто можем его убрать. Поставить L-гир вместо Армора 3. Поставить S-гир. И V-гир. И еще F-гир. И тогда у нас получится Perfect Gold Белиял. Это еще не все. Смотрите, какой наконечник. Он будет очень круто сочетаться с V-гиром. Прикольный будет Белиял. Смотрите, на коробке даже изображено, что нужны вот эти вот наборы, чтобы собрать Perfect Белияла. Ну, Дакара решила прорекламировать. Так. Вот он Perfect Белиял Gold. Ну, конечно, очень круто сочетается с цветами. Мне кажется, вот гиры делали именно для этого Белияла, а не для того. Мне он очень нравится. Кому тоже жмите лайк. И, кстати, это получается, знаете, двойной Беллбургер Gold. Теперь Богомут. Бои, конечно, прям для мультика идет отлично. Очень похож на прошлую версию Богомута четвертого сезона. Очень буквально. Точь-в-точь. Видите, у него резинка была красной. Кстати, смотрите. Какие детали? Детали. Видим Карму. Metal Drift. На следующей картинке мы увидим Armor 6. Так, заспойлерю вам. Карма, именно на левосторонних боях, она приподнимает драйвер. То есть, драйвер будет чуть парить над ареной, как Гаруда. И для дрифта это очень круто, ведь он будет меньше укатываться. Следующая картинка. Мы видим красные вставки. Сначала я реально подумал, что это резина будет. Ведь чип красный. Значит, и эта штука резинкой будет. Но, по-моему, Токара говорит, что это не резина. Обычная вставка. Кстати, кто не знает, Богомут становится круглым, когда до середины доходит его взрыв. И тогда Богомуту не наносится никакого урона. Смотрим. Вот, наконец-таки, его чип. Видите, тут мигает с желтым и красным цветом. На самом деле, это красного цвета резинка, но она выделена для того, чтобы лучше было видно ее. И вот он, Armor 6. По-моему, наклейки такие же, как с Рактавором. Или они фиолетовые. Но на картинке именно на этой не очень так видно. Но, кстати, про чип еще хочу сказать. Чип очень быстро изнашивается. То есть, резинки сначала, они очень прикольные. А потом они стираются и внутрь стыкаются, и все. Богомут уже теряет свою особенность. Но для меня он никогда ее не потеряет. Знаете почему? А потому что Metal Drift. Знаете, для чего туда поставили? А для того, чтобы не стирать застежки. У нее же нет застежек. У нее только резинка. Нестираемые застежки плюс металы. Это очень круто. Дальше. Metal Drift. Тут как раз-таки очень красивый драйвер. Он такого вот сиреневого оттенка. Кстати, мы уже встречались с похожими наконечниками. Metal от Flame. У них там был только железный сам наконечник. Поэтому они тряслись. Если бы у них был пластиковый, они бы легко перекруживали Такару. А вот Такара сделала свой, который намного лучше. Обычного дрифта и дрифта от Flame. Все. Не нужны. Теперь нам нужен Metal Drift на Богомуте. Отличный сбор. Вот она, Metal пружина. Кстати, хочу напомнить, что в Metal пружине идет Dash. Вот и все про арену. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. А сейчас всем пока и до скорых встреч.